Здравствуйте дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале! Сегодня наконец-то мы вместе со своими растениями перебираемся в наш рассадник. И я покажу как выглядит рассада на момент выноса и первоочередные действия, что нужно сделать с ней в рассаднике. Как знают наши постоянные зрители, выращиваем мы в доме в мини-тепличках и начинали с 15 января. Сегодня 28 февраля, то есть полтора месяца мы смогли продержаться без ущерба для растений в рассаднике. Но смотрите друзья, пеларгония, пора пикировать стаканы, дальше в кассете пеларгония уже не выдержит. Огурчики, которые мы держим для раннего выращивания, уже просятся просто для пересадки в ведро. Кстати, будем скоро пересаживать, обязательно покажу и расскажу какой сорт, самый лучший, подходит для выращивания в раннее весеннее и даже в зимнее время. Ампельная петуния, тоже скоро в стаканы. Вот вдалеке тагетисы, уже необходимо распикировать. Перчик, самый ранний, который мы сели для теплицы, тоже можно уже перепикировать. Ну, гацания в том числе, виола, это все требует дальнейшего расширения жизненного пространства. Ну и на другом стеллаже у нас здесь помидорки, которые из кассеты, ну ввиду того, что маленькая кассетная ячейка, необходимо уже тоже пересаживать в рассадный стакан. Это розовые у нас только взошли. Ну и вербену тоже будем скоро перепикировать стаканы. А, вот еще внизу петуния, требующая перепикировки. Здесь ей уже тесненько, в этих плошках. Но просто вынести рассаду в рассадник, это всего небольшой шаг. Друзья, вот сейчас наступает самое интересное. Смотрите, выращивали в тепличных условиях комнаты, когда постоянная температура, постоянная подсветка, нет сквозняков холодного воздуха и так далее. Режим влажности один и тот же. То есть, можно сказать, именно комнатные условия, это тепличные условия. Вот условия пленочного рассадника, это уже условия, приближенные к полевым. Открываем дверь, сюда поток воздуха пошел. Вот сейчас температура положительная, плюс 3 градуса, но все равно плюс 3 и заходит, сразу начинает воздействовать на нашу рассаду. Затем, солнце сейчас скрыто облаками, то есть прохладненько. Облака разошлись, солнце начинает через пленку припекать. Вот колебания температур существенны. В ночное время, когда будут морозы, бывало такое вот по прошлым годам, друзья, кратковременное понижение температур. В ночное время у нас достигало 6-8 градусов. Для рассады это очень большой стресс. Много факторов, которые отрицательно влияют на растения. Если не помочь растения перенести, они сейчас просто в шоке, когда мы их вынесли из комнаты. Поэтому из года в год мы применяем препарат вымпел по рассаде любых культур, и овощных, и цветочных. Плюс препаратом мы пользуемся и в закрытом грунте по томатам, когда в теплице выращиваем, либо огурцам. И в открытом грунте абсолютно все культуры. Но мы пользовались препаратом вымпел, вот в таких маленьких упаковках. Мы взяли в этом году вымпел-2. Это улучшенный вымпел, самый обычный вымпел, только улучшенный. И он выступает как раз в роли антистрессанта, который и помогает нашим растениям перенести не только сейчас вынос растений из комнаты в рассадник, но и затем, в летнее время, когда сильная жара, либо когда засуха, вымпел работает, проверено просто на протяжении нескольких лет. Вот буквально с самого начала мы его начали использовать, как его начали выпускать. Кстати, для подписчиков из стран ближнего зарубежья, хочу сказать, друзья, он называется в странах СНГ ВЛ-77. Поэтому, если захотите тоже пользоваться, в импел-2, вот именно такое название, вы не найдете у себя. Но ВЛ-77, я думаю, при желании найдет каждый из вас. Что еще хочу сказать. Если вдруг вы вынесли рассаду из дома и видите, ну, собираетесь обрабатывать, увидев на рассаде признаки заболеваний каких-то, либо поражения вредителями и хотите обработать фунгицидом и сектицидом. Друзья, вот если в баковой смеси вы добавите вымпел, то пестициды можно уменьшать дозу на 30%. Это для растений очень важно, потому что при высоких дозах обработки растений пестицидами, ну, вот норма, что производитель фунгицида, допустим, рекомендуют, вот на 30% совместное внесение с вымпелом можно смело убирать. И растения легче перенесут стресс-воздействие пестицидов. Прилипатель. В качестве прилипателя любой пестицид будет усваиваться растениям гораздо лучше. Мы когда-то, ну, задымили свои растения в рассаднике, топим дровами и углем, был такой момент, что дым пошел, растения опустили крылышки, и часто зрители пишут в комментариях, вот чуть попозже, наверное, кто не посмотрит этот ролик, опять будут задавать вопросы, чем помочь растениям после задымления. Друзья, вот дровяной дым, растения опустились, начали подсыхать, вымпел помог. Усиленная доза 25 мл на 10 л воды. Обычная норма обработки 20 мл на 10 л воды. Я разведу сейчас в литровой баночке. Для этого мне понадобится обычный шприц. Вот две вещи. Ювелирные весы, которые лежат у меня на столе, для отмеривания препаратов сыпучих. И те препараты, которые в миллилитрах, вот как вымпел, допустим, мы отмеряем шприцом. Это очень легко и просто, чтобы не ошибиться. Разведем 2 мл на литровую баночку. И с помощью ручного распылителя я сейчас пройдусь по всей рассаде, которая вынесена сегодня у нас в рассадник. Что еще можно сделать на данный момент с рассадой, кроме того, чтобы помочь ей перенести большой стресс, который она сейчас испытывает. Но, конечно же, сейчас мы уже не сдерживаем свою рассаду путем пересушивания. Вот видите, мы удерживали свои томаты, чтобы они не вытягивались, подсушивали. Мы не давали им развиваться искусственно. Вот пеларгония, допустим, мы тоже ее подсушивали для того, чтобы она не вытягивалась. Видите, маленькая ячейка кассеты. Но растение достаточно хорошо развито. Ничем другим, кроме как высоким освещением, дозами, нормами освещения, и подсушиванием легким мы не удерживали. То же самое виола, достаточно компактная и приземистая. Ну, то же самое чернобривцы и так далее. Ну и петуния, можете сами посмотреть, как выглядит непекированная петуния. Единственное, тянется алисом. Он тянется всегда. Попекируем сейчас в рассадные стаканы, которые мы приготовили с осени. И все будет хорошо. Рассадные стаканы скоро будут в действии. Друзья, вот сейчас вроде бы небольшое количество рассады у нас занимает место. Небольшое количество. Но когда распекируем стеллажи со стаканами, то все будет зелено и будет красиво. На этом видео свое я закончу. Всем желаю удачи и хорошей рассады. Ну, здоровья, конечно же, всем желаю. И помогите своим растениям, если вдруг на них воздействуют неблагоприятные условия, каким-либо антистрессовым препаратом. Мы пользуемся вымпелом. Ну, нам нравится, потому что этот препарат уже проверенный. Не подумайте, что реклама. Просто действительно многие зрители выращивают вместе с нами. И потом спрашивают, вот у вас такое, а у нас такое. Промолчать о том, чем я пользуюсь, я считаю, это было бы неправильно. По отношению к тем зрителям, которые нам доверяют. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.